добрый день а вы хозяйка тут нет а кто а понял 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 ну что давай 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 огонь приветствую друзья вы на туб канале все для клёва сегодня в очередной раз мы с вами на дне 3 сегодня зеркальное число 0 2 на 2 20 20 то есть 2 февраля 2020 года шикарнейшая погода ветра нет прекрасно просто прекрасно дедушка днестр с нами чистый такой прозрачный вот мы сегодня на сорок шестом километре вот такие помосты здесь кто знает за ду проверим если тут платная рыбалка или нет тут нас дима друзья катя я друзья сегодня замечательный день мы решили выехать попробовать что у нас говорит дедушка днестр по поводу рыбки проверим покажем расскажем надеемся что все удалось получится или ты что будешь на фидер ловить на фидер до буду ловить на фидер пони маленький крючочек опарыш ну стандартная скажем так у нас нас когда оснастка понятно как друзья я сегодня попробую вообще хищника половить вот я так понял что дима с катя тоже будут ловить на фидер до маленький крючок опарыш понятно вот а я возьму сейчас спиннинговое удилище и попробую тут немножко поджиговать посмотрим что получится с этого с нами большая компания на 46 километре посмотрим берут ли деньги и узнаем если берут то за что кто и как но пока никто не подходил вот мы просто заехали территория свободно ворота открытые как бы проблем нет никаких компания на сегодня большая на рыбалке этого помните да вот из молдовы нормально если боишься мы поймаем это игорь и привет что ты собираешься делал ведь скажи лигу ловить тарань и что поймаем до тарань и что поймаем скорее всего тарань сергей поздоровайся с нашими подписчиками так ну что же друзья все в них останетесь и вы будете на фидер или наша мы до на фидер на фидер хорошо если попробую щуку ловить это . да то есть как бы по моста есть свободные можно пройтись побросать как бы и тут очень хорошее место для щуки очень хорошее место поэтому будем будем пробовать попробуй друзья в принципе вот все что нужно иметь ну практически все я не лишь прямо все но практически все что нужно иметь для рыбалки по хищнику то есть у меня откроют удилище хочу обратить ваше внимание на транспорту длину этого удилища 50 сантиметров мой вес меньше 100 грамм катушка вот такая коробочка хочу вам показать ее содержимое тут чебурашки грузила джиголовки вот крючки поводки здесь у меня три карася блесна а там бабочка жук это же поводки то есть как бы небольшой арсенал зато большой арсенал всякого рода силикона силикон разнообразных цветов как вы видите я сегодня определился для начала я стартую вот с этих трех вариантов и если не будет ловиться то тогда будем использовать что-то другое по крайней мере с этого я начну то есть если раньше силикон был там одноцветный как вы помните знаете то сейчас их неврозимое количество и разноцветных многоцветных это далеко не весь перечень всего силикона которые используют но на сегодняшнюю рыбалку я пока на данный момент определился и уже сделал такие вот оснаточки для первого заброса будем пробовать их ссылки будут в описании к этому видео поэтому заходите в описании и смотрите ну что же соберемся с удилища и начнем нашу рыбалочку друзья не забывайте что нужно кроме того иметь хоть какие-то инструменты там мало-мальских зажим чтобы можно было вытащить из пласти щуки ваш крючок и ножнички чтобы можно было там подрезать какие-то оснастки или там блеску шнур что-нибудь такое поэтому про инструменты тоже не забывайте в принципе все что я буду использовать удилище меня метр девяносто пять в свертом состоянии она меньше короче 50 сантиметров вот это такой транспортный вариант который можно брать собой в командировку в туристические поездки то есть она влезет в любое скажем так чемодан в любую ручную кладь в принципе даже и в рукав если что надо высунуть то можно его собой взять вот такую рыбку первую будем использовать с нее и начнем так он коля уже начинает уже ловить тарань красавчик хорошенькая такой слушай мирный такой варианте когда тест удилища от 10 до 40 грамм это конечно очень много для такой оснастки но зато она получается универсальным даже если надо например передумать и ловить на фидер как от ребята то принципе можно поставить маленькую кормушечку вот и ловить тарань даже если даже если уже на то пошел коль упорно продолжает ловить тарань красавчик пока я один раз забросил удилище он уже в 2 2 то они поймал молодец хорошая таранечка хорошая молодец я поменял такой силикончик поставил лимонного цвета не совсем лимона вон тут многоцветный попробуем на него важно не только менять силикон груз на которую вы ловите крючок но и вместо дислокации поэтому есть свободные мостики и с этой стороны поэтому будем ходить и пробовать вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, ходить побольше и подальше, тогда может и будет результат, но в условиях ограниченного доступа к воде мы пытаемся поймать рыбу изобилием разных насадок и вариантов их использования. Вот такая вот, друзья, таранечка клюет на Днестре. Клева нет совершенно. Не успеваешь, блин, насаживать на парыш. Не приезжайте на рыбалку, клюва нет. И тут все платно. Да, и все типа платно. Не приезжайте. Я вам скажу, друзья, что это место на 46-м километре пользуется хорошей популярностью, большой популярностью. Но народ знает, что здесь ловить нужно только за деньги. Вот мы приехали, никому ничего не платили. И в принципе не планируем платить, хотя тут все раньше, тут брали по 600, по 500, по 600 гривен на этом месте. Так, посмотрим, на что ловят наши молдавские друзья. На опарыша. Опарыш, это хорошо, это хорошо. На червя. На червя. Я смотрю, горох даже есть. Вы что, карп решили поймать? Ну нет, горох это так, чтобы дизайн. А, дизайн. Так. Игорек, ты шо? Да, он ловил. Шо, ты что-то поймал уже даже? Я хочу продавать, никто не покупает. А ну, показывай, что там ловишь. Пока не, сейчас перенаживлю и 30 секунд, и в эфире рыба. Да? Ага. Ёшкинку. Ооо. Ну, правильная оснастка, смотри. Ну, конечно, правильно. А, ну, крючок покажется. Большеватый. Большеватый, большеватый. Нет, нету других. Так, я тебе сейчас дам. Сергей, у тебя два удилища. Ё-моё. Ты самый, самый хитрый. Ты хочешь поймать больше всех рыб или что? Лещ или карп. Ага. То, что еще пока спит, ну. То, будем ловить. Да, я понял. Она сейчас не хочет кушать, ему это не надо. Мы проверим. Очень хорошо ловится на будильник. На будильник? Это как? Будильник ставишь вот сюда. Так. И ложишься спать, вот. И ложишься спать. Так. Рыба выплывает спрашивает. Который час? Ты хап. Это, друзья, варианты для молдавской рыбалки. Нет, тогда в Румынии. В Румынии, да? На будильник, понял. Вот это да. Да, не получится. Вот что делать? Жадность, жадность человеческая. По две ажи таски. На, парышка. Это уже давай вытаскивай, там уже сожрала все. Крючок большой. А тут кормушка не обязательно. Да. Можно, да, можно нагрузиться. У тебя правильная оснастка просто, паттерностер. Да, то, что надо. Ты мою не видел. А, ну. Сейчас подожди, поймай. Плюка еще есть? Плюка еще есть? Да есть, пленка. Это да, на креветку, друзья. Вот хитрый. Плюка, проверка. 110 грамм. По твоей рекомендации. По моей рекомендации, но не на такой же удилище. Это удилище на 40 грамм. Не забросишь трубу. Понятно. Сейчас поменяю. Не, ну, если не поломалась, значит, она выдерживает. Сейчас поставлю еще пару. А шпарышек. Ты вот сделай такую оснастку, как у Игоря. Вот у него самый правильный вариант. Нифига, мы сейчас будем проверять. Ну, ладно, все. Вот тут прямо ее мое. Кстати, у вас нет такого-то гороха, кукурузы? А что надо? Я бы попробовал бы. Вон, ребята, есть там горох. Можете подойти взять, да? Я бы взял пару штук-то кинул бы на флетик. Туда подальше. Что, думаете, карпа поймать? Карпа нет, но хоть карася. Карася? Откуда? Что, вы хоть видели хоть одного карася? Хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь поймал карася? Это в яме где-то. Таня, несерьезно. Вообще? Может, я, конечно, ошибаюсь. Ну, пробовать надо. Вон, возьмите его, ребят. Сходим. Это вот один из газа, да? Да-да-да. Здрасьте. Вы тоже рыбачка? Ну, да. Первый раз в этом году. Да, и как? Удачно? Нормально. Приятный день, хороший. Солнце, да? Конечно. Что, сидеть дома, да? Валяться там на диване. Конечно. Когда можно подышать свежим воздухом. Да, это точно. Ух ты, а ты кто рисует так красиво? Женек, Жень. Вон, друзья, среди. Угу. Видите, похоже. Место, да? Место хорошее, и день прекрасный. Скажите, а вы тут что-то платили? Мы каждый год ездим сюда, довольно часто. Ну, вы тут власти? Ну, иногда, да. А, сегодня? Да. Да? Дорого? Нет. Сколько? Нормально, нас устраивает. Ну, примерно. А там хозяева спросите. Да? Что-то они к нам не подходят, никто ничего не просит. Да, может, подойдут сейчас. Но к нам тоже не подходили ребята. Просто раненько приехали. Вы сами приехали, сами заплатили и все, да? Типа сами, да. Понятно. Мы не первый раз здесь. Понятно. Ну, что, взяли? Да, ну. Как раз это. Скажите, сколько вы платили за рыбалку здесь? В деньгах. Наших. Ну, на наших каких же еще? Да, немного 300 гривен. С человека? Всего. Всего 300, да? То есть, получается, трое по 100 гривен? Ну, плюс-минус, да. Летом и весной дороже, конечно. Понятно. 600 рублей, 700 рублей. А сейчас 100 гривен, да? 300 гривен. А кому, кому платили? Ну, девочка, хозяйка, электронная. Ага. Или это неправда? Ну, просто мы говорим, давайте кому-то заплатить деньги, они нас не берут. Ну, вы популярны. А почему здесь популярны? А не ради рекламы, ведь? Не, ну, просто за что здесь платить деньги? И кому? Как, ну, вы знаете, я, допустим, лучше заплачу, чем стоять на болоте. Это, с одной стороны, с одной стороны, есть такая точка зрения. Да, и есть такие, которые... Мы понимаем, что это река там общая, да, там, государственная, что здесь. Да, да. Но они хоть что-то, смотрите, хоть примерно, как мышь подстригли, да, плюс-минус. Какой-то мост ровный у тебя, как человек стоишь. Или нет? Ну, в принципе, я с вами соглашусь, но... Или вы считаете это дорого? Я не считаю дорого или дешево. Я считаю, что, в принципе, если бы они вам дали, например, бы талончик, что они платят налоги, что это какая-то территория, которая законно, а не собирает деньги. Я согласен с вами, что такие вещи, такие места должны быть, где люди платят деньги, заранее забивают место, и они знают, что не приедут, у них будет помост, это все правильно. Но, но, вам дали талон? Нет. Ну, вот видите? Ну, мы, это, значит, как благотворительный фонд. Слушайте, ну, благотворительный фонд, кому? Это территория, это территория лесхоза. Вот начальник лесхоза говорил о том, что не надо здесь платить деньги. Никому. Никому. На этих мостах. Вызывать полицию, я не знаю, там, прокуратуру, ОМОН, кого-нибудь, ну, ОМОН, ОМОН, слава богу, уже нету там, да. Для этого человека надо наказывать. Который собирает деньги на дистанцию? Который собирает деньги, конечно, сто процентов. То есть вы к этому отношению никакого не имеете? Вообще никакого. Вообще никакого. Вообще понятия не имею. Для того, чтобы нам заниматься этим, надо специальное там разрешение, там, кассовый аппарат. Для нас это... Абсолютно правильно. Человек взял в руки деньги, он не платит налоги нигде, нигде ни с кем договор не заключен. Понятия не имею. За нас я вам точно скажу, что лесное хозяйство, финансовое, или как там, коммерческой деятельностью не занимается. И однозначно вызывать полицию. Все. Точка. Никакого отношения не имеют. Никаких других проблем. Задача лесника. Однозначно наказать человека. Все. И пускай объясняет, кто его туда направил. На каком основании. На каком основании. Все правильно. Я вас с вами полностью согласен. Будем знать. Вам же не дают ни чек, ничего же не дают. Ну так как тогда? Вот объясните мне. Это то есть мы с вами поддержим, да? Вы с вами поддержите людей, которые тут берут деньги непонятно за что. Я еще раз вам говорю. Я согласен, что такие должны быть места. Чтобы человек мог приехать, чтобы он, да. Если человек хочет на дикой природе, пожалуйста. Ему никто не мешает. Но если человек хочет какие-то условия, да, нужны такие места. И мне кажется, обязательно. Да, но. Но. Я понял, не поддерживаем. Ну вот так. Давайте. Добро. Все здорово. Друзья, встречайте начальника логистики вайбер-сообщества Вселенной Кроводестер. Это Паша. Рад видеться. Привет, привет. Оксана, привет. Здрасте. Мы с молодыми подписчиками. Подписчики канала, все ли клево. Ага, понял. Слышишь? И что ты так поздно приехал? Ну, потому что дела не готов был к рыбалке. Хорошо. Ты как логист уже обед привез? Да, конечно. Все есть. Все, да? Все укомплектовано. Понял. Это хорошо. Хотя, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, блин, пузо растет. Это не по дням, а по часам. Ну, что скажем. Надо же как-то уже начинать худеть. Ну, сейчас начнется тепло. Начнется жиросжиганием заниматься. Да? Поэтому, да, я думаю, что не проблема. Перед летним сезоном, да? Да, да. И просто я могу еще сказать, что нервы никто не делает. Нужна такая женщина, чтобы делала нервы, чтобы вот такой ходил. Чтобы высасывало все стоки, ты, Миша, да? Посмотрите на Пашу. Ну, да. Вот. Подсушенный. Ага. Всегда в тонусе. Я тебе помню. Какая у вас рыбалка? Я ловлю на спиннинг на хищника. Пока нет даже удара. А ребята долбят этого тараниту. Мелкая? Ну, мелкая, средняя, крупная, всякая, получается. Ну, погода, конечно, для зимы, да, это что-то. Плево, привет. Здравствуйте. Лев, Герман, здарова. Ты тоже рыбак? Иди. Да? Что, будешь ловить рыбу сейчас? Иди. О, хорошо. Ну что, будем здоровы? Да. До начала февраля. Ура! Плюс 15 на улице. Наконец-то зима закончилась. Да, друзья, кто не попал в Египет, прошу на берег Днестра. У нас сегодня плюс 15 вообще-то, чтобы вы понимали. 2 февраля. На секундочку. Ну, будьте здоровы. Друзья, кровяночка с одесского привоза. Не надо! Я тебе так делаю. Для вампиров. Бринза шикарная. Да. Ел не умер, но врачи до сих пор диагенс поставить не могу. Для вампиров. О ложках где, скажи. Руками. Ну, то, что написано, сухие завтраки. Вон, ребята, сухие завтраки и кушают. Для иммунитета человек должен съедать вот три килограмма грязи. Вспомни наше детство на улице, грязные, в чем угодно. Нашли на полу яблоко или что-то так. Чтобы себя повытирал. Паша, расскажи что-нибудь интересное. А то контент какой-то скучный сегодня. Тебя нет, блин, ты же не пролазишь. Водки жалко нету. Народ подумает, что мы пьем воду, понимаешь? Ну, да. Минеральную. Не дай бог. Не дай бог. Ребята, это не вода, точно вам могу сказать. Да. Не вода. Моршинская. Больница. Вывозят человека на операцию. Он вес на нервах. Везут его на этой каталке. И тут рядом проходит хирург. Он говорит, хирург, скажите, пожалуйста, операция пройдет успешно, ну, дабы себя успокоить. А он говорит, да я не знаю, у вас будет интерн оперировать. А вдруг он меня зарежет. Ну, зарежет, мы ему за это двоечку поставим. Да что-то грустный анекдот какой-то. Двоечку. Пытался проголосовать по петиции нашей, которую Александр Третьяков продвинул. По чем она, расскажи, о чем эта петиция? Ну, петиция о поднятии штрафов за браконьерское орудие лова. За продажу и использование, да? За продажу и использование, да. Ну, что могу сказать, пытался, наверное, регистрировался, кто кого победит. Я ради интереса бомбил, бомбил, писал, регистрировал, регистрировал. У нас уже эта программа бедная была. Ну, что, три недели прошло, никаких ответов пока нет. То есть регистрация проходит довольно-таки долго? Очень тяжело, очень. Ну, зато если она уже прошла, ты уже можешь голосовать за все петиции подряд, какие-то ходят, только хочешь. Ну, да, дай бог, дай бог. Если ты есть в электронной, там, в программе банка, то есть если у тебя есть карта этого банка. Да, то есть если есть карта приватбанка, ты можешь зарегистрироваться за пять минут. Да, ну, пытались по коду вот регистрироваться, очень сложно. То есть три недели прошло. Ну, самое главное не отчаиваться. Ну, никто не отчаивается. Да, то есть еще время есть. Я могу от себя добавить, ждал очень долго, и вчера-таки пришел ответ, и зарегистрировался я через код, но ждал в районе месяца тоже, как Паша говорит, недели три, и я вчера на радостях голосовал за все. Вот за все прям, поэтому Саша правильно сказал, не отчаивайтесь, если не получилось в первый раз, ждите. Все равно рано или поздно это получится. Подожди, Лил. Сейчас. О-о-о. Хороший. Эй! Ха-ха-ха, испугался? Друзья, ну это, это очень даже хорошее, смотрите. Зачем она такая. Посмотрите, сколько людей, сегодня воскресенье. Такое ощущение, как будто сейчас сентябрь месяц, когда идет жар карпа. Каждый хочет приехать на рыбалку, отдохнуть, что в эту сторону, что в эту сторону. Просто людей очень много. Ё-мо-й. Вот. Вот это тарань. Классно. Вот это сказывается в очередном, смотрите. Больше ладошки. Тут грамм, наверное, 200, наверное. Думаю, под килограмм. Пять килограмм. Пять килограмм. Под килограмм. Класс. Класс. Проверяем снасть рабочие или нет. Классно вертится. Попробуем на нее. Вот так заканчивается наша рыбалка. Я щуку не поймал. По хищнику был ноль, вообще ни одного удара. Но так отвели душу, в полдня посидели, порыбачили, подышали свежим воздухом, встретились с компанией. Что еще нужно, в принципе. К нам так и не подошли, и не попросили никаких денег. Хотя, ребята платили. Ну, это уже дело каждого. Платить или не платить. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что платные места тоже должны быть. Потому что люди не могут приехать там в 4 утра, например, некоторые, и занять места, потому что все занято. Да, люди привыкли к комфорту. Кому-то нужны туалеты, нужны беседки кому-то, помосты. Это все понятно. Но это же должно быть сделано все цивилизованным способом. То есть должен быть какой-то чек, понимаешь, какой-то кассовый аппарат, в конце концов. Что-то должно быть нормальное, цивилизованное. Как в нормальных странах. Чтобы от своих денег платился налог. Чтобы какие-то деньги шли на укрепление этих всех помостов, на улучшение инфраструктуры. Правильно? Но раз лесхоз говорит, что это не их территория, тогда чья? Не чья? Тогда с какого денег? Кто тут? Это такие, что получается, марьяны, которые тоже так берут деньги и считают, что это нормально. Это ненормально. Раз такие варианты, значит, надо платить не на ужин. Я так считаю. Может быть, мое мнение ошибочно. Если вы считаете по-другому, напишите об этом в комментариях. Понравилась сегодня погода. Понравилась хорошая компания была. Понравилось это удилище, которое 50 сантиметров. Даже меньше, наверное, чем 50. Надо померить. Удобная с точки зрения того, что его транспортировать удобно. И с ним удобно ездить в какие-то командировки или путешествия там и так далее. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Все для клевого. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи. Всего хорошего. Пока. Скажи пока.